Охотники в прериях Мексики Охотники в прериях Мексики Что там случилось? Не понимаю Мы уже должны были подъехать к Сьерра-Мадре Проклятие, нужна вода для лошадей Пей Все, что осталось Пейте, скоро будет свежая вода Когда это кончится? Мы же не могли заблудиться Нет, мы точно придерживались маршрута Что, услышал? Я заставил тебя ждать У вождя Мецтеков были для этого, наверное, причины? Я был в Пассо-дель-Норте У Хуареса Ты говорил с президентом? Да Он знает, что я приведу ему 300 Мецтеков И он сможет занять Чуауа И прогнать французов Он ничего не просил передать? Он сказал, ты должен посетить сеньориту Эмилию Срочно Я поеду к ней прямо отсюда Я ехал сюда через Сьерра-Дель-Диабло Недалеко у реки я видел следы И пошел по ним? Да, до их лагеря Что узнал? Все время говорил только один Я смог лишь понять Он сказал Нам будет принадлежать все Если мы сделаем их немыми И он смеялся Нападем, а? Сколько, говоришь, до их лагеря? Половина того, что вы называете часом Уверен, что это какой-то сброд Поспешим, поехали Они догоняют Спрячься Стой! Остановитесь! Слезайте с повозок Живо! Подойдите ко мне Быстрее! Быстрее! Ну! Давайте, давайте Смелее Ближе, ближе Бросьте оружие Куда вы едете? В район Мопими А, Мопими Тогда вы едете неправильно Мы, наверное, сбились с пути Да Скорее всего Туда Ну, уезжайте Ну, что же вы стоите? Вам нужна вода для лошадей Не так ли? Ну, мы поделимся с вами Но багаж вы не собираетесь брать с собой Или... Ты понял? Я думал Я думал Вы кабальеру А вы просто грязный Нет! Бандиты Ты зря это сказал А ну, пошел Мы прихватим эту куколку с собой Ха-ха-ха Не надо! Не надо! Пошел! Ребенок А это кто? А вон! Не стреляйте! Бросьте оружие Слезай с лошадей Выбирайтесь отсюда Быстрее! Быстрее! Вот так Ты уже можешь не бояться Нет, нет, они не вернутся Благодарю тебя Большое вам спасибо Мы так вам благодарны Не стоит, сеньора Если бы не вы Спасибо, спасибо И все время в этом направлении Ясно? Да Спасибо Там на горизонте холм Оттуда ты увидишь деревья Там вода И дальше все время на юг Я догоню Можно поговорить? Можно поговорить с его минусси сеньором Хуарресом? Он что, приглашал вас к себе, сеньор? Нет, но я... Без вызова он принимает только посыльных и своих друзей Доложи Я педральберес А, владелец Асьенда Далериния Прошу вас Мои люди заботятся о том, чтобы господина не слишком досаждали Все ждут его решений, как будто он министр юстиции Хотите курить, угощайтесь Спасибо, сеньор Спасибо Сколько вас уже здесь продержали? Три недели И еще не вынесли приговор? Нет Итак, вы стреляли? Да, сеньор И вы не промахнулись? Да, сеньор Почему Вы стреляли в эту женщину? Ее отец мой арендатор Он получил от меня деньги Чистоганом Мы договорились О чем? Что она станет Моей женой Я уже назначил день свадьбы Все приготовил И тут появляется та женщина И как ни в чем не бывало Говорит мне прямо в лицо, что Она выходит замуж за другого Я Я еще просил ее Просил По-хорошему Опомниться Говорю Зачем ты, мол, так, но Да Но индианка не захотела вас И тогда вы решили ее Войдите Сеньор президент К вам пришли? Садитесь, Арболис Садитесь, я сейчас закончу Отец девушки заявил на вас Естественно Человек потерял свое дитя А теперь Каждый будет Отвечать за свои действия Вот Ваш приговор Вы довольны Что мы так быстро покончили с этим? Ваша милость Я Это Индианка Я ее Послушайте меня Будем говорить Как мужчины Вы ее застрелили И теперь вас ждет тоже Правосудие должно действовать Быстро и справедливо Касау Приговор привести в исполнение немедленно Сеньор президент Едите Нет Это несправедливо Вы не имеете права меня расстрелять Вы удивлены приговором? Или тем, как я сужу? Нет Продержать его три недели в тюрьме Неопределенность Теперь он хоть знает, что его ждет Вы собираете арендную плату с государственных земель? Да, сеньор Разрешите? Эй, Равелла Нам нужно каждое песо Каждое песо Чтобы я мог бороться с французами Мне нужно оружие А оно стоит денег Приговор приведен в исполнение Жаль только пули Нам нужны патроны, чтобы защищать страну А не для этого Сеньор президент Да От нашего человека Весь Чувауа С курьером Спасибо Французские части вышли из Чувауа в северо-западном направлении Что это? Форт Гоаде Лопе для них это важный опорный пункт Что нужно французам в нашей стране? Зачем Наполеон Присылает нам марионеток? Этого Максимилиана Этого лжеимператора Который ничего не делает Чтобы предотвратить кровопролитие и опустошение Мексики А тут еще этот стервятник Этот Картельхо Вожь, которая хотела бы стать президентом Он все дегитирует за себя Пытается даже купить сторонников Был у меня На Осьенне Я прогнал его Дочь Картельхо Это Синелита Как ее зовут? Хосефа В свое время мы были очень близки Когда Картельхо работал у меня управляющим Но после того, как я заметил, что он меня обманывает Я выгнал его А вместе с ними ее Она была заодно с папочкой Синьор Да, иду Этой парочке Нам нужно очень остерегаться, дружище Угу Скажи полковнику Никаких следов Хуареса и его людей Похоже, что он перешел границу Со своими краснокожими А что сказать прекрасной Миле Да пошла она Но между полковником и капитаном есть разница Синелита хорошо разбирается в званиях Надо отдать и должное Ну давай Передай им все Сегодня вечером я хорошенько посмотрю, что там у них в Гуадалупе Будем надеяться, ты не встретишь Черного Джерара Удачи Вот это случай Теперь вы наверняка его встретите Черного Джерара И скоро сможете увидеть Президент Хуарес, как и прежде, правит свободной Мексикой А вы Француз, как я вижу Вы хотите выдать меня врагу Вы предатель Офицер не должен вести себя по-свински Поехали КОНЕЦ КОНЕЦ Я счастлива, Макс. Мексика, это рай. А ты моя райская птичка. Мы слишком молоды, чтобы праздно жить в Европе в тени твоего коронованного братца. Если бы он мог увидеть нас здесь, вместо экипажа, повозка со слами и кучером в полотняных штанах и пончо, а в качестве пажа меднокожий мальчишка. Я тебя очень прошу, не выезжать без охраны драгунов. Что-нибудь случилось? Вот это анонимное письмо я ношу сегодня утром в моей почте. Мексика объявлена принадлежащей империи, а мы императору. Для этого нужно иметь неслыханную наглость. У меня твердая рука и хорошо пристреленное ружье. В этом я уверен, клянусь честью. Если вы не покинете страну в ближайшее время, вы погибнете в Мексике от пули. Это, конечно, только угроза. Но чем больше я узнаю мексиканский народ, тем больше убеждаюсь в том, чтобы за его собственную помощь, я бы сказал, даже против его собственной воли, нужно сделать его счастливым. Макс, люди счастливы, они боготворят тебя. Чтобы сделать страну цивилизованной, нужно полностью овладеть ею, иметь свободу действий и подкреплять свою власть сильными батальонами. Ну, хорошо, мое сокровище. Давай наслаждаться этим днем. Здесь никто не нарушит наш покой. Никто, дорогая. Никто, дорогая. Никто, дорогая. Никто, дорогая. Ты хочешь сразу же ехать? Когда ты вернёшься? Думаю, скоро. А где твоя лошадь? На том же месте. Держи, это тебе. К твоему приходу я напою и накормлю. Будь осторожен, везде патрули. Это отличный табак. Итак, вы и далее отказываетесь говорить о своём задании. Когда кто-то из наших людей попадает в руки французов, его тут же расстреливают. Чего же вы ждёте от меня? Сеньор, если вы убьёте меня, тогда вы не судья, а палач или убийца. Я прошу вас, я требую, чтобы вы обращались со мной, как с офицером французского экспедиционного корпуса. Я обращаюсь с вами так, как вы заслуживаете. Вы французские шпионы. Это вы втянули нашу страну в войну и устроили бойню нашему народу. Сеньор, я капитан! Сесть! Даже если на мне нет мундира, отпустите меня. Я замолву за вас слово. Я дал мир моей родине. И вновь восстановлю его скорее, чем вы думаете. Молитесь о том, чтобы вы живым вернулись домой, капитан. Я отпускаю вас. Убирайтесь. Вон! Медвежий глаз чем-то недоволен? Мои братья горят желанием выкурить этих койотов из Норчуала. Лишь только после того, когда человек, которого ты называешь клювом коршуна, проведёт на Сатриогранде в Гуадалупе. Там я встречу и чёрного Жерара. Если он был у сеньорита Эмилии. Моё сердце с моими друзьями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто там? Мексика Гость к сеньоре Оставайся на месте Мадам, мое почтение Я голоден Сначала помоем руки, да? Ну, пойдем Я ждала тебя А что? Здесь много событий Каких? Вчера Выступила одна рота Неожиданно, секретный приказ Причем Никто не знает, куда она направилась И что все это значит Отсюда не выведут роту Без крайней необходимости Я точно знаю Где-то час назад у меня был майор Он передал мне от мансиньора полковника приглашение на званый вечер Я воспользовалась случаем И спросила Нет ли для нас какой-то опасности А он ответил Нет, напротив Они намерены Наседать и дальше На сеньора Хуареса Французские войска Собираются занять Форт Гуадалупе Они хотят Окружить президента Хуареса В пасе дель норте Мне сейчас же нужно вернуться Что такое, Эмилия? Почему мы не вместе? Эмилия, как ты себе это представляешь? Давай уедем отсюда Уедем? Не начинай опять этот разговор Мы ведь знаем друг друга Мы вылезли из дерьма Я доволен своей жизнью А ты попала в свой мир Поклонники Роскошь Деньги Много денег, разумеется Мой мир? Что ты знаешь о нем? Как я здесь живу? Вокруг меня несколько офицеров великой нации Мартышек И ничего более Великие завоеватели А выйдешь из дома Всюду только грязь и вонь Ты к тому же Это проклятая жара Ради тебя я здесь Только ради тебя Ради тебя Ради меня? О Нет-нет, не ради меня Ради этого, дорогая Это тебе за твоё очарование Которое ты всегда используешь для успеха нашего дела Президент благодарит тебя Он рассчитывает и в дальнейшем на доброе сотрудничество Деньги Английского банка Они здесь в ходу Ты знаешь мой принцип Какая оплата Такая работа Какие ещё новости? Ходят слухи Довольно достоверные Наполеон хочет столкнуть Своего племянника Но ведь каждый знает Дядюшка использует Максимилиана Как подручного Что бы ни сделали французы Всё спишется Насчёт этого австрийского эрцгерцога Такие счета Чаще всего пишутся Большой кровью Это всё игры Между Парижем И Америкой Может быть вечером я узнаю об этом больше Ты действительно не можешь остаться Ни в коем случае это невозможно Ну будь умницей Не забывай В Париже Мы оба пропали бы Давно бы сели на мель Моя дорогая Забудь, это жена Берегись И возвращайся Всё так и должно было быть Ты не знаешь, что это ружьё? Твоё, да? Нет Нет Введите И ты тоже не знаешь, чьё оно? Да? Нет А ты кто? Вакеру А откуда? Из шерикотты А что тебе здесь надо? Ищу девушку В такой одежде, да? Она любит меня и таким Тогда покажи, где живёт твоя девушка Иди Я должен поговорить с полковниками У меня донесением чрезвычайной важности Простите К вам офицеру К делу В доместении Извините меня Я сейчас Продолжим, господа? Господин полковник В нашей страже задержан человек Который... Поэтому вы бесцеремонно врываетесь Посадите его Если это действительно необходимо Приведите его завтра Извините, но я думаю, речь идёт о чёрном Жераре Описания совпадают О боже Если бы это было так Но мы можем Конечно, мы можем убедиться в этом Приведите его сюда немедленно У него было оружие с собой? Так точно Кроме револьвера было ещё и ружьё Принесите ружьё Господа Прошу вашего внимания Быть может Быть может Вы станете сейчас свидетелями Чрезвычайного события Вам может представиться Редкая возможность Присутствовать при том Как у всех на глазах Будет изоблечён и обезбрежен Заклятый враг Франции Подойдите Я сказал Подойдите ко мне Какой наглец Что он себе позволяет? Спокойно, господа Спокойно Я понимаю ваше волнение Я должен научить господ офицеров Как вести себя в присутствии Мексиканских дам Сеньоры За это я велю вас выпороть плетьми Вы этот Как вас там называют Кажется Чёрным Жераром Да А, и так Вы в этом сознаётесь Вы близкий друг этого господина Господина Хуареса Я полагаю, вы говорите О президенте Мексики Так Ну Этот чёрный Жерар За которого вы себе выдаёте Должен Нож Прошу нож Господа Дайте кто-нибудь нож Как мне рассказывали В прикладе его ружья Он Спасибо В прикладе ружья Он хранит Золото Посмотрим Действительно Золото Золото Это же целое состояние Золото Золото И из этого ружья Вы стреляли у французов Кто смеет угрожать Моей жизни и свободе В того я и стреляю Даже если это француз И как правило попадаю В таком случае мы обязаны вас расстрелять Как врага Франции Который наносит нам вред Где только может Стрелять своих соотечественников Ничтожная тварь Которую нужно засечь до смерти Как бешеного зверя Держите Держите его Отойдите Отойдите господа Да убежите Стреляйте же Что же вы стреляете Стреляйте же Убежите его Убежите Встрече КОНЕЦ КОНЕЦ Уйдет! Стой! Уйдет! Стой! Уйдет! Стой! Еще далеко до форта? Нет. Нас уже ждут. Пошли. Их величество никого не принимают. Они обсуждают... Мне нужно к императору. Это ужасная страсть императора. Казна и так пуста. Идет гражданская война, а тут дворцы в Мексике. Хотел бы я, чтобы медовый месяц императорской четы скорее окончился, иначе их ждет жестокое пробуждение. Я приказываю вам доложить обо мне императору. Ваше Величество, прошу прощения. Только что прибыл маршал. Базен. Он редко приносит хорошие вести. Я оставлю вас. Да. Простите. Маршал. Вы всегда приходите, чтобы сообщить нам нечто важное. Итак, прошу. Ваш доклад, маршал. В присутствии генерала? Да, именно так. Ко всем свободным мексиканцам и индейцам. Я разослал повсюду своих людей. Они назовут вам мое имя. Следуйте за ними, чтобы мы вместе прогнали врага, который вторгся в нашу страну. Человек, называющий себя императором Мексики, ставленник французского императора. Через это он лежит. Гоните иностранных господ из Мексики, уничтожайте их, прежде чем они уничтожат вас. Идите за мной, Пабло Кортехо. Детский лепет. Лепет? Это измена, генерал. Это серьезнее, чем вы думаете, генерал Мерия. А знаете ли вы, кто распространяет это? Ха, нет, не господин Кортехо, а его дочь, да. И при том даже здесь, в столице. Прикажите убрать эту женщину из города. Что меня больше всего интересует в этой истории, причем намного больше маршал, так это где находится этот Кортехо? Где? В данный момент, ваше величество, вы прибыли для того, чтобы представить мне эту почкотню? Не стоило проделывать такой путь. Я благодарю вас, маршал. Ваше величество. Кто этот Кортехо? Что он за человек? Это гнида, главарь банды, которого легко повесить. Настоящая опасность, это Хуарес. Надо отменить его законы, которыми он лишил собственности церковь и помещиков, чтобы стать любимцем народа. Это привело бы к еще большему хаосу. Мы остались бы без законов, ведь мы только собираемся принимать правые законы. Ваше величество, ваша доброта делает вам честь, но этот народ, его можно укоротить с помощью лассо. Если бы вы были главнокомандующим. Я опасаюсь, маршал испортит все. Мобилизуйте мексиканцев, еще есть время. Это пугающие перспективы, генерал. Я еще воспользуюсь поддержкой Наполеона, чтобы взойти на трон. И тогда французы вон из Мексики. Нет, невозможно даже представить. Это была бы, между нами говоря, измена. Сейчас изменник тот, кто бездействует. Обратитесь к этому народу. Он пойдет за вами, поддержит вас с восторгом. Ваше величество, тогда вы станете властелином, настоящим носителем короны Монте-Сумы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй! Поезжайте на пастбище, поднимается ветер. Изгоните скот в кучу. А ты поднимись-ка на крышу. Там шатаются доски. Да смотри, не свались. Ага, хорошо, сеньор. Ты здесь будешь есть? Да, конечно. Да ну не тут, там, там. А ты думал, я сяду в кухне один, да? Угу. Никакого гешефта в эти времена. Никакого гешефта. Ты рыбу поймал или купил? Ну, конечно же, сам поймал. Ой! Ой! Помогите! Помогите! Что случилось? Что там такое? Ой! Боже, ничего нельзя поручить. Сеньор Пернер, у меня внезапно потемнело в глазах. Так болит вот тут. Где? Где? Вот тут вот. Ах ты, пенчужка! Ой! Пошли такого идиота на крышу. Когда имеешь зятя, порядочного, конечно. Не такого без роду, без племени, как этот ленивый парень. Ну, который пару раз появлялся здесь. Ты знаешь, кого я имею в виду. Угу. Угу. Тебе больше нечего сказать. В конце концов, ты не молодеешь. Я знаю, папа. Я имею право на приличного зятя. Это должен быть парень, с которым я мог бы показаться в родном городе. Пирна. Чудный город. А как там говорят. Поэтому я испанский выучил так легко. Пирнецкий и испанский похожи. И в честь своего родного города я и ношу имя Пернеро. Вот. Да, рыба хороша. Ты отлично ее приготовила, Резиделла. Иди сюда. Сегодня утром на речке вертелся один тип. Он выглядел, как засушенная брюква. Слышишь? А нос у него был. Настоящий шнобель. Вот такая штука. А рыба свежая? Да, свежая и очень вкусная. Это просто поросенок. Так поздно. Кто это может быть? Иди посмотри. Моя госпожа уже легла от дыхания. Разбуди сеньору. А, сеньора Куртехо. Где ваш отец? Знаете, это неприлично, так поздно. Я знаю. Где он? Он уехал. Уехал. Приступайте. А какому праву? Пардон. Я забыл сказать, что исполняю волю императора. Мадам. Куда он уехал, сеньор? Соединенные Штаты. Вы видели такую прокламацию, сеньора? Их расклеивали на улицах города. Что за прокламация? Призывы к государственной измене, сеньора Куртехо. Какое я имею к этому отношение, сеньор Аль Кальд? Хм. На них подпись вашего отца. Моего отца? А не может быть, что это кто-то другой? Хм. Вы хотите меня разозлить? Я нашёл это у вас. Не так ли? По приказу императора, вы должны покинуть страну. Да, но на каком основании? Ещё один такой вопрос, и я дам этому ход. Мой отец тоже? Это касается его? Нет. Конечно, нет. Если мы его поймаем, он будет повешен. Вы должны покинуть город до завтра. Страну в течение недели. Приятного путешествия, сеньора. Проклятие! Не можем же мы, чёрт возьми, вечно скакать с ними на перегонки и загонять наших лошадей до смерти. Кто же мог предположить, что они не пристанут? Где они бросали якорь, к ним нельзя было добраться. Дальше нужно действовать только хитростью. Если англичане не причалят до конца пути, все твои предложения ни хрена не стоят. Ему не нужно причаливать достаточно, если он подойдёт к берегу. Возьмём мы его, возьмём всё? Это очень рискованно. Да, сеньор, конечно. За обещанное вознаграждение. Что Картех обещает, он выполняет. Проклятие! Всё могло пойти к чертям. Тайная миссия в Чуаване осталась в тайне, думаю я. О, вы чёрный Жерар? Да. А вы? Американец. Янки, если вам угодно. Но называйте меня именем, которым меня наградили эти краснокожие. Клюв Коршуна должен сопровождать пароход с оружием для президента Хуареса в Гуадалупе. Это невозможно. Французы хотят занять форт. Было бы лучше, если президент Хуарес получил оружие у Рио Кончес. Я останусь в Гуадалупе, пока Хуарес не прибудет туда. Держись подальше от этой харчевни, похожей на западню. Я лучше выпью свои виски с лордом. Бережёного Бог бережёт. Кому вы это говорите? Капитан? Да. Вы меня звали, лорд Линсей. Вы должны принять решение. Нет, нет, я снимаю у себя всякую ответственность. Садитесь. Ну? Здесь речь идёт исключительно о груди, мой друг. А за него я несу ответственность. Ответственность, ответственность. Все, кто хоть что-то пронюхал о нём, слетаются как коршуны на падаль. А, дальнейшая поездка без него, это самоубийство. Самоубийство. Нет, нет. Капитан. А ты куда? Лорд Линсей. Один из ваших людей знает фарватер реки до конца пути. И что? Когда они приложатся к бочонку, они наговорят. Капитан! Капитан! Теперь только французам остаётся что-то узнать. Шпионов хватает вокруг. Страшно подумать, весь груз будет конфискован. И что тогда? А мы не допустим этого. Мой дорогой друг, клюв Поршина! То это были просто скачки. Наконец-то! Вы говорили с Куаресом? Садитесь. Рассказывайте. Он ожидает меня в Годалупе. Там что-то задевается. Может, глоток чаю? О, чай, милорд. Если б можно было без этого. Я не настроен на долгие разговоры. Вот пару капель. Это другое дело. Капитан, будьте так любезны. Когда мы сможем отчалить? Немедленно, всё уже готово. Я надеюсь, Хуарес встретит нас у Рио Кончос. Там, как договорились, он со своими людьми заберёт груз. Пожалуйста, угощайтесь. Нет. Благодарю. За добрую удачу. За наше предприятие, милорд. Тебе уже хватит. Давай, действуй. Ах. Ах. Синьорито. Ах. Ты смотри, какой любезный. Одно притворство. Ах. Это стоят два центавра Я потом оплачу За ночлег и все остальное Хорошо, очень хорошо А где ваш дом, а? Везде и нигде Ни дома, ни пристанища Ну а зимой? Какую-нибудь крышу я найду Может быть вы найдете и женщину Которая обратит на вас немножко внимания Да, человек должен жениться Тогда он может чего-то достичь Вы, может, думаете по-другому Да, времена, все так ненадежно Вы француз? Да Но я приехал не по приказу императора Наполеона Я уже до этого был здесь И останусь А французы скоро уйдут Наверняка Вот-вот, я тоже за это Я думаю, Наполеон, как он имел право Так что наше мнение совпадает Вы охотник Разъезжаете много Вам случайно не встречался этот черный Жерар? Этот, ах, этот Что значит этот? Это очень знаменитый человек, скажу я вам Да, конечно, я знаю его хорошо Вместе были в Чувао Но он к французам попал в западню Боже мой Но он погиб Они его прикончат, это точно Жалко Это ужасный конец Нет-нет, он сбежал от них Вы были при этом? Ну расскажите Ну как был? Он скоро появится здесь Он собирался в эти места Ну тогда он сюда заглянет К Пернерове заезжает каждый Послушай, Визиделло, иди сюда Да Да, еще чего-нибудь? Нет-нет, ты знаешь, что посетит нас в ближайшее время? Черный Жерар Ты удивлена, да? И когда он придет, я узнаю его сразу же Да, и как же? По его ружью А что там? Я знаю из совершенно надежного источника Говорят, что в прикладе его ружья спрятано Чистое золото А, ну да Вот это мужчина С достатком И не женат Кого это интересует? Кого это интересует? Девушка не понимает этого Смотри, засидишься Да, все из чистого золота Но я имею право на приличного зятя, скажите мне Париж, Франция О боже, там любой подойдет Но пирно Там другие требования Да Все из чистого золота Ну Ружье у него выглядит, конечно, по-другому Чем ваша палка для стрельбы Оно хоть стреляет, а? Сколько примерно отсюда до устелью кончус? Думаю, завтра в полдень мы доберемся Посмотрите туда Да Человек Он ранен Человек Капитан Капитан, остановитесь Кажется, это человек президента Курьер Я сойду на берег Хочу лично поговорить с ним Нет, вы этого не сделаете, милорд Мы не должны подвергать себе опасности Достаточно спустить лодку И взять его на борт Возвращайтесь назад! А! Я не могу встать Упал с коня Еле добрался сюда Я должен поговорить с лордом Известие от Хуареса Назад! Ну что там? Почему вы его не привезли? Что случилось? Он тяжело ранен Его нельзя перевозить У него сообщение от президента Хуареса для милорда Я поеду с вами А если там кто-то спрятался и выстрелит? Я отвечаю за вас Будет лучше, если я сыграю лорда Это ловушка Они метят нагруз Вы можете понаблюдать, что будет Если меня схватят Я уйду Правда, на лорда я не очень похож Это мы сейчас сделаем Милорд Вы все остаетесь в лодке, что бы ни случилось Сюда Болид? Где? Я помогу вам Помочь? Вы лорд Линсей? Да, где донесение? Хуарес находится в пути Вы должны причалить здесь и ждать его Это интересно Если мы идем на встречу, то мы его встретим Спасибо Гудбай Стоять! Пойдемте, лорд Вас уже ждут Глянь, еще один такой же типчик Захочет переночевать, поставила своя лошадь Нет свободной комнаты Поспит в конюшне Но у нас ведь У нас нет свободной комнаты Сделай-ка мне чашечку кофе Я кое-что испекла О-хо-хо-хо-хо Ну тогда, конечно, славный кусочек пирога к нему, моя Резиделла Да-да, Резиделла происходит от Резиды Именно так Я знаю Я выбрал для тебя необычное имя Человеку нужно немножко поэзии Правда, моя дорогая? Давай Добрый день Добрый день Поесть, выпить, переночевать, если вам угодно Конечно, сеньор И с оплатой вперед, если угодно О-о-о Хватит Резиделла, ты здесь побудешь, да? Нет, здесь не спят Закройте дверь Так 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 Оп-пля Посмотрим Значит, я дам за это 28 долларов 30 И не меньше 30 30 и не меньше Ну, хорошо, согласен Ну что 30 Это тоже неплохо, да? Пожалуйста Так Вообще-то вид у него вполне приличный, а? Ага Я приготовлю ему что-нибудь Да-да-да О Отрежь окорока И побольше, не жалей Я позволю себе этот маленький глоток В честь приезда Ваше здоровье Хорошее вино А вы разбираетесь Да, еще бы я пивовар Что я слышу, вы пивовар? А где вы научились этому ремеслу? На моей родине В Германии В Германии? Да это же Это же нельзя себе представить, дружище Мы земляки А вы знаете пирну? Пирна недалеко от Дрездена Кто же этого не знает? Кто этого не знает, кто знает? Итак, вы гость Вы получите самую лучшую комнату И поесть сейчас сообразим Ах, господи, нет Он знает пирну Жемчужину на Эльбе Дрезден не познакомился с американцем Он нанял меня Хотел в Сан-Луисе варить пиво Но прогорел Да-да Вы останетесь подольше? Я жду кое-кого Вы случайно не знаете такого Жерара? Жерара? Черного Жерара? Может и так называют Говорят, что французы Чуть было не повесили его в Чуауа Что? Но он, как всегда Ушел от них Это такой парень Ну, как отдохнули? Не то, что этот Скрытный парень, осторожный Такой не даст себя накачать Не даст Я сейчас, одну минутку От такого я бы тоже не отказался Конечно, если сможете заплатить Ступай На здоровье Спасибо Приятного аппетита Ему повезло Кто это? Я не даю справок о своих гостях Что, вкусно? Угу Окорок выглядит неплохо Попрошайка Вылетишь отсюда? Куда путь держите? В горы Это опасно Там много краснокожих Что делать? Вы не знаете сеньора Жерара? А Да, слышал А что? А что? Я должен ему кое-что сообщить Если я его случайно встречу Как ваше имя? Андре Столмпингер Маленький Андре Так меня называют Подождите здесь, сеньора Андре Черный Жерар будет тут И позже, чем завтра Ну, не прав ли я был, что я говорил? Хитрый парень, согласитесь Стоило заглянуть к какому-то краснокожему Как он воспользовался моментом Чтобы смыться и не заплатить А что я болтаю Может, он и не заодно с этим краснокожим Этот краснокожий был Медвежий Глаз Кто-кто? Медвежий Глаз Кто это был? Да, Восьмицтеков Не может быть Не может быть Значит Подождите Минутку Тогда тот был Тогда тот был Конечно же, тогда тот был Черный Жерар Нет, нет, что вы говорите Я точно в этом уверен Да, это был Черный Жерар Земляк, это был Черный Жерар Не спорьте со мной, это был не он Ну, что вы скажете? Это не тот Это не Линдсей Для вас, лорд Линдсей Кто этот шумный человек? Как и ваше имя? Тогда мы сможем поговорить, мистер Запомни его Картехо Пабло Картехо Впрочем, вы пленный Итак, кто вы? Лорд Линдсей Гарольд А мой брат Генри на пути к Хуаресу Сеньор, пароход уходит! Прикажите, чтобы они не шли дальше Пусть причалят здесь Не подходите! Это не президент Хуарес А его враг Пабло Картехо Вы с ума сошли! Они должны причалить здесь Объясните это им! Ни за что Это вам придется делать самому, мистер Ну, тогда лорд будет повешен На ближайшем дереве Пабло Картехо Это имя я не забуду О, Боже! Мы добыли много оружий У тех, кто хотел занять форт Нас осталось мало Сообщите Хуаресу Мы хотим оказать честь погибшим Да, это было во имя Мексики Не понимаю, почему мы мне сразу не сказали, что вы... Поехали, потом разберемся Да я должен все это сперва принести Да, конечно, ты должен все это сперва принести Сеньор Андреа Да это же... Да это же подлецы Они не заплатили мне И еще хотели, чтобы я поверил им Они сговорились Выродки Бандиты Подлецы Негодяй! Он ушел от нас! Он за это еще заплатит Сеньор! Пароход стоит! Они ждут лорда Мы переплывем туда в темноте Кто не умеет плавать Пусть ляжет на связку тростника Оружие? Оставьте Возьмите Возьмите только мачете Все должно произойти бесшумно Проклятие Мой глаз А я так хотел быть с вами Вы верите, что Картеха станет президентом? Да, но нам с ним и так неплохо Мы бы сразу решили все проблемы Если бы груз попал в наши руки Все превратится в золото Оружие стоит недешево А у тебя снова какой-то план? Он очень хотел участвовать в налете Ему можно помочь Хотите с нами, сеньор? Я вас понимаю Конечно Но в моем состоянии А-а-а Мы построим для вас плотик Два пловца будут толкать Я тоже буду там Да Без моей команды не стрелять, ясно? Давай Ракеты уже готовы Огонь? Быстрее Назад Но без вас Выехай Выехай Сеньоры Мой друг Медвежий Глаз Со своими мидстэками Помешал французам закрепиться в Годелупе Я ему очень благодарен Хотелось бы знать, как штаб прореагировал на поражение в Чувао Не предпринимают ли они чего-нибудь Там меня, к сожалению, знает даже ребенок Я не верю своим глазам Клюв коршуна Гентльмены Сеньоры Этот дурацкий маскарад Ну что поделаешь Если нужно, сыграл разок англичанина Но больше никогда Я рад вас видеть Откуда вы? Не найдется у вас пару капель смочить мой речевой аппарат? Глоток по такому случаю Я же Я ведь настоящий сеньор президент Откуда я явился? Так вот, прямо с борта Я все узнал Очень хороший груз У вас есть лошади на борту? Старый шутник Одолжил у Пабло Кортехо Кортехо? Кортехо? Угу Он совершенно свихнулся с этим грузом Но об этом позже О боже Ну и взбеленился же этот человек должен вам сказать Он не поверил в то, что я настоящий лорд Хотел повесить Я сожалею, но должен был его проучить Итак, поехали По коням Что случилось? Нападение Кто это был? Краснокожий Помогите мне О, дела ваши плохие Как вас зовут? Меня зовут Портер Джимми Портер Янки Я из Техаса О, это хорошо Спасибо, сеньор Куда вам надо? На Сьенду Дель Риния О, это слишком далеко нет времени Тысячу долларов, если отвезете Тысячу долларов? Ха Но не в этих промокших бумажках Золото, мистер Портер О Спасибо Братья мои Погребальные угли погасли Храбрые воины Мицтеков Взяты в царство наших отцов Следуйте за мной в новый день Который начался для нас Вождь Хуареса дальше Нуждается в нашей помощи Правка творит просто чудеса Теперь уже лучше Я снова смогу видеть Этого я никогда не забуду Черт побери В санники Скорее Заберите коня И спрячьтесь в кустарнике А, мистер Клюв Коршуна О такой встрече я даже не мог и мечтать Мое почтение, сеньор Я знаю этого человека, сеньор президент Я как-то ночевал у него Вы не мексиканец А, теперь я вас узнаю Имею честь говорить с будущим президентом Мексики Вам не встречались всадники? Ни одной души Вы знаете Пабло Картехо? Вы не слышали о нем? Слыхал, но... Сейчас его нельзя не узнать Говорят, он тяжело ранен в лицо Эй Что произошло? Я только что встретил человека И узнал, что мог бы получить гораздо больше, чем тысячу долларов Сеньор Картехо Хуарес, да? Поспешите, мы торопимся Дым костра А ну-ка О, вы можете повесить меня, если... Это не отряд Картехо Готов тебе поверить Но нам не надо связываться А я бы доставил себе такое удовольствие, сеньор Сейчас для этого не время В прошлый раз я ушел от этих людей А теперь им нужно доставить удовольствие Снова поймать меня Зачем подвергать себя опасности? Мы обойдем лагерь Я думаю, он хочет их допросить Тонким английским способом Вот именно Ну ладно На вашу ответственность Мы будем держать вас в поле зрения, милорд Хотел бы я знать, где он плавает сейчас Сеньор Картехо Я думаю, среди слепых одноглазый может быть королем, правда? А, это вы, лорд Линсей, или это ваш дух? Мой дух, если вам угодно Дух или тело, с нами вы сыграли злую шутку За это мы вас повесим Я не вижу сеньора Картехо Он однажды хотел уже это сделать Я думаю, что его забрал дьявол, как и многих из нас Безумие нападать на корабль Ах, интересно послушать Выходит Этот Картехо уже мертв? Я его ранил на плоту Который дрейфует по Рио Гранде И далеко он? Застрял, наверное, перед устьем Рио Кончис Я подскочу туда и позабочусь о нем Куда же Картехо хотел идти с оружием? На Асиенду де Лирине Он собирался встретиться с дочерью? Будем надеяться, что мы не опоздаем Арбелесу нужна наша помощь А нам нужны свежие лошади для перевозки оружия Да, да, мы их получим Я поскочу на Асиенду Оттуда прямо в Чуава В город ни в коем случае Вас там слишком хорошо знают На вознаграждение за вашу голову Позарится даже мексиканец Я того же мнения, сеньор Хуарес И уже давно хотел познакомиться с городом Договорились? По дороге расспрашивать обо всем подробно И передайте привет Арбелесу Охотники в прериях Мексики Ну вот, совсем другое дело И почти уже не болит Тихо, ты слышишь? Кто вы? Куда едете? Сразу два вопроса А вы кто? Тот, кто сейчас сделает две дырки в вашей голове, если не ответите О, сеньор, это приятно слышать Мирные крестьяне едут на Асиенду де Лирине А, тогда нам по пути Не верю глазам Сеньор Кортехо? Где ваши люди? Где оружие? Что произошло? Потом поговорим, вы одни? Остальные с вашей дочерью едут след за нами Где они сейчас? Где-то в миле отсюда Мы хотели узнать, что случилось на Асиенде Нет ли там французов? Оставайтесь здесь, я сделаю это Туда Да, да Постарайтесь не разминуться Не думал я, что встречусь с тобой вот так Он же ранен Тебе нужен врач Мне сейчас нигде нельзя показываться Они повесят, если поймают Я знаю Не дождутся Мне нужны деньги Если я не смогу заплатить людям, они бросят меня Все У меня есть при себе деньги Достаточно, чтобы удержать людей Это все, кто остался? Да А где же твои люди? А что с глазом? Что случилось? Дал обмануть себя Как последний идиот Сейчас нужно что-то делать Иначе мы потеряем этот груз Так, глаз Не знаю Смогу ли я снова хорошо им видеть А этого негодяя повесить мало Хотя без него Мы никогда бы не увиделись с тобой, дочка А ком ты? Он сейчас У твоего бывшего любовника Арбеллеса Ваше Величество Ваше Величество Мексика в хаосе Совсем наоборот, маршал Победа близка В донесении полковника Ламарелли говорится Что этот Хуарест Со своим небольшим отрядом Покинул Паса дель Норте Избежал Соединенные Штаты Америки Император в обращении к мексиканской нации Изложил по этому поводу свою точку зрения Пожалуйста, прочтите Мексиканцы Мексиканцы Дело, которое Дон Бенито Хуарес До сих пор отставил с таким же мужеством Как и упорством Можно теперь считать окончательно проигранным Его политическая партия превратилась в простую фракцию И потеряла право на свое существование Из-за бегства ее главаря с родной земли Сейчас речь идет о борьбе с бандой разбойников и преступников Будьте с ними беспощадны Это очень хорошо Вы подпишите закон о чрезвычайном положении, Ваше Величество? Да Да, я согласен Как же он Может не подписать, если вы приложили столько усилий для этого, дорогой маршал? Смею вас уверить, Ваше Величество Что все мои мысли и намерения направлены на благо Мексики и ее императора Ваше Величество Да Генерал Мирия О, да, прости Я благодарю вас, маршал До завтра Вы купили это сиенда, сеньор Арбелес Да Декрет президента Хуарреса Тогда будьте так добры показать мне документ, сеньор У меня есть право на это У вас? Право? Я ведь однажды прогнал вас Вместе с этой сеньорой Так как, слава богу, вовремя узнал Какими делами вы занимаетесь? Если вы по доброй воле не предъявите документы, я велю Первого же из ваших людей расстрелять, прикиньте Когда ваша очередь? О, послушайте все Послушайте хорошенько, что за удивительная порода этот Картеха Американец, нюхавшийся с французами, а когда он стал им не нужен как шпион, решил стать президентом Мексика не допустит этого Ты с ума сошел? Займи, Симон не мертв Закройте его в погребе и старуху туда же Так, теперь вы? О, вам повезло, повезло Повезло Ну что ж Внимание! Господа, на сегодня все свободны Ваш приход, полковник, пожалуйста, садитесь Спасибо Они у меня не уведомлены Для меня это тоже неожиданно Я понимаю, что вы находитесь на одном из самых опасных постов Поэтому я сам вызвался участвовать в предстоящей акции Ла Морель ведь известен своими решительными действиями Охотно передам вам свой опыт Я сумею Ваше предложение оценить Провал кампании Против индейцев Меня это просто потрясло Нет, я надеюсь, ваш опыт может быть нам очень полезен Французские солдаты захвачены краснокожими врасплох Как малые дети Это фатальный случай Просто позорный Оставьте Нас обнадеживает то, что к вам в руки попал черный Жерар Это большая удача Вы получите крупную сумму за его голову Поздравляю Что такое? Я сказал что-то не так? Я не знаю, откуда у вас такая информация Но этот Жерар Он ушел от нас Да Улизнул Да, не позавидуешь вам Честно говоря, если бы я был вашим начальником Я отдал бы вас под военный суд Простите, полковник У вас, вероятно, нет полного представления о нашей ситуации Господин комендант Вы позволили уйти заклятому врагу Опасному человеку Это непростительно На вашем месте Я пустил бы себе пулю в лоб Прочтите Командование ждет немедленного исполнения этого императорского указа Мои полномочия позволяют мне контролировать проведение его в жизнь Было бы неплохо в назидание другим наказать ряд самых известных республиканцев Имейте в виду Арестовать? Арестовать и расстрелять Но должен какой-то суд Приковор Дайте людям исповедаться Отпустите им грехи И отправьте на тот свет Действенный метод, поверьте мне У меня есть опыт Ваше здоровье Вам оно нужно Сейчас же выставьте посты И прекратите пить, ясно? Я проверю И пусть только... Ну хорошо Пошли Ну да иди же И надежного человека у двери Ладно Вон Ты что-нибудь нашла? Нет ничего Ни одного Песса Арбелис, я думаю, все отдал этому Хуаресу Все выскреб Он продолжает молчать Если они не получат денег Мы пропали Заткни им рот Пока хватит Попытаюсь Пора уже ехать Займись еще раз этим Арбелисом Я вас не звала А, понял Разрешите помочь, сеньора? Убирайтесь Я велю вас выпороть На вас места живого не останется Здесь темные делишки Я в этом не участвую Избить Выпороть Кажется, это ваша профессия Вы лихо расправились с хозяином За что? Были причины? Я что, должна перед вами отчитаться? Нет Но тысяча долларов Вы безумец Без меня Не было бы сеньора Картехова Тысяча долларов он обещал Дайте мне деньги И я исчезну Где мне их взять Ваши тысячу долларов? Хм Вон там Сеньоры! Сеньора чего-то хочет? Выбрось этого человека Друга вашего отца Вы что? Сговорились? Ну Ну что ж Этого хватит Да, минуточку Я тогда не знал Что спас жизнь Будущему президенту Мексики Это увеличивает Вознаграждение Не будет же сеньор Картеха Рассказывать Что его жизнь Стоит всего тысячу Ах, да Чуть было не забыл Неустойка Так С этим делом покончено Глупенькая Эй, не спать Ну, начинайте Осторожно Ну, давай Держайте все это дерьмо Сюда, сюда несите Да куда же ты, ну Ставь здесь Эй, помогите Помогите ему Ну как, а? Скоро уже домой, ребята Тяжело? Ничего, ничего Ты шо там застрял Быстрее, быстрее Медвежий глаз Держит своих медсеков Наготое? Да, сеньор Хорошо Ну что там Неси, неси Я вам очень благодарен Милорд Вы проявили мужество Генерал Эскобеда И наша армия Найдут ружьем и патроном Хорошее применение Ну, английское правительство Достаточно дальновидно Чтобы предвидеть Дальнейшее развитие событий В Мексике Французы, к сожалению, нет Сеньор Президент Да Передача груза закончена Медвежий глаз будет охранять транспорт Со своими медстеками Очень хорошо Теперь попрощаемся Счастливого пути Ложитесь на меня Я лишь тогда сойду с борта Когда лорд Линдс И будет в безопасности Капитан Приготовьте все к отходу Отчаливаем Приготовиться к отходу Если этот человек победит А он победит Что тогда станется С императором Максимилианом? В Мексике его считают захватчиком И будут относиться соответственно Если он попадет в руки республиканцев Тут хочешь не хочешь Прольется кровь Пойду переоденусь Зонтик, милорд Я потерял его А! А! Ха-ха-ха! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А ну-ка, давай, быстрее! Велись! Ну! Пошел, пошел! Открывай! Открывай, открывай! Выходи! Пошел! Давай, давай! Быстрее! Перелезь его, спишь-то! Пошел, пошел! Пошел! Давай, давай! Быстрее! Перелезь его, спишь-то! Пошел, пошел! Я должен уйти. Нет, сейчас нельзя идти. Улицы полны солдат. Я не пущу вас. Оставайтесь здесь. Скажи, меня нет дома. Синьора дома? Наш друг, синьора. Синьора. О боже, что случилось? Все будут расстреляны. Офицеры собрались у коменданта. Боевая готовность номер один. Все улицы перекрыты. За что их хотят расстрелять? Все враги монархии. Говорят, это изменники и смутьяны. Я должен спуститься опять вниз, когда все это кончится. Мы должны как-то узнать, что все это означает. Майор пригласил меня завтра на верховую прогулку. Я спрошу его об этом. Подождите здесь. Будьте осторожны, синьора. Что такое? Что вы делаете? Вы ведь митштеги. Где ваш вождь? Где ваш вождь? Нет, нет. Это плохая дорога. Но она короче. Здесь трудно будет пройти. Маленький человек. Андре? Что случилось? Эй, дружище! Лягу! Пейте. Вы загнали свою лошадь. Завтра утром Чаоа будут расстрельны 40 мужчин. Все ваши люди, синьор Хуарес. Синьор Амелия просит вашей помощи. Мой брат знает Чуаоа. Мой глаз знает всю страну. Сколько ваших людей нужно оставить для перевозки оружия? С вами пойдут 4 раза по 10 моих воинов. Дайте мне свежую лошадь, я должен вернуться. Лошадь! У вас была тяжелая поездка, отдохните сначала. Ни за что, я должен вернуться. Я смогу что-то предпринять до вашего приезда. Я обещал синьоре, не лею. Дайте воды. Ну что, он едет сюда? Он будет здесь вовремя. Пожалуйста. Теперь награда. Простите, а на долгой поездке я совершенно... Простите, синьора, вы уже опаздываете. Я иду. Секундочку. Идите сюда. Вы заходите со двора. Куда? Поставь меня в покое. Стой! Посмотри. Стой, сказал! Стой! Ну, для Картеха ты конченый человек. Когда он узнает, что мы у его доченьки этой гремучей змеи почистили сейфы... Если он не выполняет обещаний, приходится брать самим. Чего он только нам не навещал. Хорошие харчи, кучу денег. А когда он станет президентом... Он президент. А с ним все кончено. Посмотри-ка. Интересно. Черт возьми, я же не пьян. Мицтеки. В повозке все, что хотел Картеха. Эх, подогиба поближе. Картехо. Как же это он? Доброе утро, господа. Прошу прощения, если я немного опоздал. Не в моих правилах. Сегодня я смогу взять реванш. Так, а теперь давайте достойно завершим это дело. Я бы хотел, чтобы донесение уже сегодня ушло в главный штаб. У нас есть еще время для чашки кофе. Отчего же нет? Ординариас. Пожалуйста, кофе для... Господин комендант. Для господина коменданта и для меня. Капитан, пора начинать. Самое трудное ожидание. Не так ли? Они дорого заплатят. Капитан, пора желая blessedна. Мы ждем вашего приказа, комендант. Полковник, вы ведь хотели... С этого момента вы будете получать приказы от меня. Скажите, возможно ли, что я знаю ваше лицо по объявлению о розыске? Для гальского петуха со щипанными перьями вы кукарекаете слишком громко. Не звука. Кто произнесет хотя бы одно слово? Вы нас поняли? Кто комендант? Я комендант. Я не собираюсь вступать с вами в переговоры. Ответьте мне всего лишь на несколько вопросов, чтобы прояснить создавшуюся ситуацию. Только прошу не забывать о том, что вы находитесь в моей власти. Вы были, насколько я информирован, инициатором указа 3 октября. В нем всех республиканцев объявили вне закона. И после этого вами отдан приказ поступать с нами, как с бандитами. Убивать, не так ли? Это так. Должны были погибнуть люди, которые ни в чем не виновны, кроме того, что они любят свою страну. Вы рассчитываете, что они позволят править тем, кто их ограбил, их убийцам, этим высокомерным, помешанным на величие сыновьям цивилизации? Я не могу, я не имею права вести с вами переговоры. А это и не нужно. Вы просто должны выполнять мои приказы, понятно? Встаньте, как положено, когда я разговариваю с вами. Как вы можете, французский офицер, перед этим индейцем, этим... Говорите дальше! Вы можете продолжать! Моя честь офицера! У вас ее нет? Нет! И не было! Я вас убью! Спокойно, мой синьор. Что случилось? Отпустите! Она случайно попала к нам в руки. Кто это? Известная всем Эмилия. А, синьора Эмилия. Вы причинили мне больше вреда, чем целая французская бригада. Держите ее под арестом, обыщите квартиру. Найдутся улики, и я верю ее повесить, как обыкновенную шпионку, вон отсюда. Извините, синьора, но все должно было выглядеть правдоподобно, положайте. Нет, нет, мне больно! Отпустите меня! Отпустите меня, мне больно! Я не виновата! Я гарантирую вам и вашему разоруженному отряду свободный отход в расположение ваших войск. Если вы не примете мое предложение, я пошлю ваших людей, чтобы они полностью восстановили все, что было разрушено французскими войсками под вашим командованием. Офицеров я буду судить лично. И можете не сомневаться в том, что это будут за приговоры. Даю вам 10 минут на размышление. А затем я хочу услышать от вас, да или нет! Конечно, это риск, но это и огромный шанс. Да. Нужно их как-то обмануть. Да. Это беспроигрышный вариант. Для нас это был бы настоящий клад. Клад, говоришь? Обмануть. Если бы они дали себя обмануть. А вдруг они что-то пронюхают? Хм. Тогда они повяжут нам лапы и выдадут... Выдадут нас вместе с Картеха Хуаресу. Это рискованно. Очень рискованно. Пока, мой друг. Тогда я это сделаю сам. По крайней мере, не нужно будет делиться... Нет, 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 нет. Я же иду. Ты не говоришь ни слова. Я же не идиот. Э, но Картеха, он ведь узнает меня. Ну и что? Он будет держать язык за зубами. Когда придут два таких парня, чтобы спасти его от неминуемой петли. Ладно. Ну, пошли, старина, пошли. Мы от сеньора Хуареса. Что вам нужно? Нас послал друг вашего племени, сеньор Хуарес. Бывшие люди Картеха сообщили ему, что его заклятый враг и враг всех мексиканцев находится у вас. Мы должны его обязательно привезти к нему. Где вы его встретили? Да нет же. Нам передали. Мы должны доставить сеньора Картеха на Сьенду де Леринье. Картеха, у меня поручение доставить вас к президенту Хуаресу, сеньор Картеха. К Хуаресу? Да. Что мне там делать? По какому праву? По какому праву? И вы еще спрашиваете. Как ваше имя? Президент называет меня Леонардо. Эй! Я должен лезть сюда, потому что они слишком глупые для этого. Могут только ходить за скотиной. Вот для этого мне и нужен толковый зять. Так. Вот. Где она? Ах, ты! Резиделла! Что случилось? Что случилось? Что случилось? Иди сюда. У меня упала лестница. Где же ты? Здесь, на крыше. Ну, поставь же лестницу. Я не слезу. Можешь побыстрее. А кто это едет? Это Мигель. А почему он едет один? Вы что, высматривали меня, сеньор Тернеро? Дружище, помолчи. Слазь с коня и подставь мне лестницу. Иди, голубчик. Я напою тебя. Что вы там делали наверху? Ладно, не болтай. Поставь лестницу, чтобы я мог слезть. Так. Слушай. Что там у вас случилось, а? Где все? Где остальные? На, держи. Держишь, да? Я выпью сначала большую кружку пива и порцию текилы. Да, да, конечно. А потом поговорим. Пошли. Как поживает мой друг Арбелес? Так что случилось? Ну, как сказать. Сеньором Арбелесом сыграли злую шутку. Кто? Это сеньора Хосефа. Хосефа. Да. Это такая штучка, должен я вам сказать. Хосефа, Хосефа. Минутку. Хосефа, Хосефа. Не дочь ли это, как его? Именно она, да. Ах, боже мой. Теперь мне нужно. Я оставил там двоих наших парней. Этот картеха прогнал всех людей Арбелеса. А где же теперь этот картеха? Да, я должен передать вам кое-что. Он не назвал своего имени, но... А как он выглядел? Высокий парень. Наверное, был охотником в прериях. С темной бородой и... Минутку, минутку. С темной бородой? Так это... Так это мог быть? Он знает вас. Чёрный Жерард. Что он сказал? Ну, вы должны достать ему хороший костюм. Да, он так и сказал. Хороший костюм для семейного торжества. И при этом он так посмотрел, что... Посмотрел он наверняка не так глуповато, да. Это настоящий мужчина, это точно. Одна девушка, понимаешь? Так вот, он не побоится самого, как его дьявола. Это такой парень, что надо. Такого не найдёшь даже в Пирне и во всех окрестностях. О ком ты говоришь? О ком? О моём взятии, о твоём женихе, моя девочка. Я так рад. Возьмите этих лошадей и поезжайте назад на Асьенду. Они должны отъесться. И присмотрите там за порядком. Когда я покончу с делами в Чивауа, я заберу вас. Будете моими гостями. Ну, мы ещё поговорим об этом. Потом. Эй! А если там кто-то появится из людей Картеха, будет выкуп за голову? Или сразу повесить? Они побоятся ещё раз сунутся туда. Картеха и его люди, это моя забота, ясно? Картеха? Картеха недавно был здесь. Исключено, это точно был не он. Это был Картеха. Мы его поймали. Но двое забрали его. Приказ президента Хуареса. Откуда Хуарес мог знать, что он здесь? Вы сообщили ему об этом? Нет. Зиму сказали люди Картеху. Какие сволочи. Ничего. Куда они поехали? Капитан, священник опять их исповедует. Ах так? Это очень гуманно. Капитан. Да. Во имя отца и сына, и святого духа. Капитан, некоторые люди не хотят исповедовать. Не беспокоит. Президент Хуарес занял город. Да. Вы все получите оружие. Давайте. Оцепите здание и никого не выпускайте. Получим оружие. Идите. 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 Быстрее. Быстрее. Так. Ну, быстрее. Десять минут прошли. Ваше решение. Да или нет? Ваши условия. В предложенной вами форме для нас неприемлемой. Итак, вы не собираетесь сдаваться. Тогда вы будете отвечать за свое решение. Оставьте ваши угрозы. Вы, кажется, забыли, что разговариваете с французскими офицерами. Для меня вы просто бандит в военном мундире. Убийцы сотен моих людей. Таких, как вы, просто вешают, уничтожают. Притом сразу, тут же, немедленно. Приступайте. Вы не посмеете. Французского полковника. Вы сошли с ума. Я требую настоящего суда. Бандиту не нужен настоящий суд. А-а-а-а. Подождите. Стойте. Вы сдаете чивауа? Да. Не пытаясь склонить ваших подчиненных к сопротивлению? Да. Тогда оставьте провинцию и уходите через Дуранго и Гуанахуато из Мексики. Понятно? Да. Это разумно с вашей стороны. Ваши солдаты еще поблагодарят вас за это. Позвольте мне высказать просьбу. Разумеется. Не могли бы вы разрешить сеньоре Эмили присоединиться к нам? По понятным причинам ей нежелательно оставаться здесь. Я уверен, президент пойдет вам на встречу. Прошу вас. А-а-а. Господин комендант, все в сборе и ждут вашего приказа. Иду. Я была готова к этому. Но я не думала, что все произойдет так быстро. Вы понимаете, что я очень рад этому. Вы оказали мне и таким образом нашему делу большую услугу. За это я вам глубоко благодарен. Конечно, правильно, что вы уходите с ними. Если бы вы остались здесь, чтобы о вас подумали французские господа. Да, и Чуауа город не для вас. Раньше, чем вы думали, вы снова будете в вашем любимом Париже. Сеньора. Простите, мне сказали, президент. Здесь. Сеньор Касало ждет ваших указаний. Отлично. До свидания. Когда в моей стране наступит мир и порядок, и еще будет жив этот сеньор Хуарес, вы будете для него самым желанным гостем. Милости прошу. Сеньор Андре. Помогите сеньоре с багажом. Ну, если чем, я могу помочь вам. Нет, 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 я только хотела попрощаться с вами, Андре. Вы были очень храбры. Не заставляйте ждать президента. Уже хорошо. Без меня и этой травки глаз пропал бы. Одноглазый президент? Я не знаю. Я бы такому не доверял. Я бы всегда думал, что он был пиратом или кем-то еще. Нет. Пиратом. Хорошо сказано. Именно поэтому я и взял тысячу долларов у его доченьки. Все правильно. Мы встретились совершенно случайно. И она сразу же выложила их хорошее воспитание. Вы уже закончили? Ну, ладно. Перейдем к делу. Что вы намерены делать со мной? Просто из чистой любви к ближнему вы не стали бы рисковать своим скальпом? Если мы не усидим за вами, тогда только один лишится волос. Вы. Он прав. Куда подевались сообщники? Их нет. Сдуло ветром. Они не хотели, чтобы их повесили. Вам повезло, что мы не ждем выкупа за вашу голову. Как ты попал к ним? Без него. О, я был бы покойником. Это точно. Это он, да? Ты счастливчик. Иначе я бы тебя сейчас повесила. Ну, давай, давай обратно. Но ваш отец обещал мне. Ах, да. Значит, теперь рассчитаетесь за причиненный ущерб. То, что по отношению к даме вы вели себя как свинья, я бы вам еще могла простить. Ну, давай, гони деньги. Деньги. Я заметила, вы не можете хорошо обращаться с деньгами. Ну, начинайте, снимайте сапоги. Что? Как? Мне не нравится тон. Сапоги могла бы и оставить. Не хотела бы я еще раз встретиться с ними. Сапоги. Почему ты не застрелил тогда эту змею? И я. И не попадайтесь мне больше, иначе просто так не уйдете. Все пропало. Лошади, сапоги. Как мы теперь будем двигаться дальше? Знаешь, в детстве я много ходил пешком. Заткнись, идиот. Эскаведа отбил и последнюю вылазку французских частей. Максимилиан селит в ловушке. И если мы тогда из корыта, рапрямо... Разрешите. Наши отряды отходят, как договорились. Синьора Эмилия едет с нами. Я благодарю вас за гуманное обращение. У меня к вам есть просьба. Нельзя ли найти решение и для полковника Морелли? Сожалею. Для человека, который, как доказано, повинен в гибели многих моих соотечественников и даже не раскаивается в этом, нет прощения. До свидания, полковник. Да. До свидания, полковника Морелли. Морелли. По случаю успешного освобождения Чуауэ решили его помиловать. Для такого и пули жалко А ну, спрячься! Оставайтесь здесь и не шевелись. Ага. Эй, сеньор! Помогите, меня ограбили! Ограбили? В этой клушке кто? Даже сапог не оставили и оружие забрали. Мы с вами не знакомы? Возьмите меня до ближайшего поселка, мне нужны сапоги и поесть. Моего корыта хватит на двоих. Ах, как жалко! Как жалко! Это ужасно, что его хватит только на двоих. Так, поэтому я должен попросить вас выйти. Ну, пошел! Живее, ну! Не цельтесь меня, пожалуйста. И так меня уже обидели, сеньор. Это неблагородно. Придется отвечать. Кто вам дал такое право? Ну, не подарок этот паренек, а? Он просто прелесть. Послушайте, я этого не люблю. О, он этого не любит. Я любезен с ним, а он этого не любит. Он мне явно нравится. Я должен. Хорошо, что вы пришли. Иначе вы нашли бы здесь этих парней уснувшими. Нас ограбили, этот, Картеха. Когда это было? Примерно два часа назад. Ну? Встретимся у Пирнеро. Эй! Эй! Туда! Ага. Если вы постараетесь, то к вечеру будете иметь крышу над головой. На, выпей глоток. Ну, хватит. Спасибо. Если встретитесь, Картеха, скажите ему, Портер заберет все назад, что принадлежит ему. И пусть тогда он катится со своей сучкой. Да, это был хороший малый. Если бы не было этого малого, мы бы плыли сейчас в лодке, а не топали по этой жаре, идиот. Это не страшно. В этом корыте я ведь не умею плавать. Но ходить пешком... 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 Пешком это я могу. Пешком... 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 Пехком... Пешком... 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 Смешите его. Постой. Не делай глупостей, дружок. Это просто недоразумение. Ребята, тут у Пернера, тут каждому рады. Ты ведь не собиралась стрелять, моя голубушка? Это был трудный день, и мужчинам нужно теперь немного развлечься. Ну-ка, уложите ее и всыпьте как следует. У вас это лучше получается. Ты что, не понял, что сказала моя дочь? Вам слишком хорошо живется у меня. Но не глупите, друзья. Проучите эту немецкую птичку, чтобы она не целилась в честных мексиканцев. Что? Мою девочку никто! Никто не посмеет тронуть! Они на все способны. Этого вы не ожидали? Брось оружие, Картэхо! Это недоразумение. Знаешь, нам показалось, что ты хотела в нас выстрелить. Забудем это. Уходим! Что с тобой? Покажи-ка. Царапина. Легкая царапина. Слава богу. Бодлая банда! Здесь наши пути расходятся. К сожалению. В Керетерами не ожидает трудная работенка. Мексика должна учиться жить по-новому. Вы очень помогли. Этого я не забуду. Желаю вам счастья, сеньор президент. И Мексике тоже. Если мы вам понадобимся, Венти сеньора Пернера всегда знает, где нас можно найти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Откуда это у тебя? Сорвал в одной венте, чтобы показать вам. Нам не нужно было связываться с ним. Это может стоить нам головы. Забери. Продолжение следует... Что это? Кто это стрелял? Они сбежали. Трусливые псы. Подлецы! Исчезли деньги. Пошли отсюда, скорее, скорее, уходим отсюда. Как же я могла? Все продажные, мерзавцы. О, Боже! Быстрее, пока еще не поздно. А, Боже! Это конец Все Все потеряно Значит, все было напрасно Отец! Резиделла, дружок, где ты там застряла? Во дворе уже полно гостей Виноват Славный парень пришел Который, ну, тот с немножко большим носом Который, ну, как его? Клюв коршуна Клюв коршуна, да Тот сразу же заплатил за выпивку Он говорит, что Войска императора Максимилиана Сдались из Кабеда К главному генералу нашего президента Бенито Хуареса Да А это значит мир, покой И порядок А Ну, пошли А то Останешься без своего любимого напитка Хотел бы я знать Скоро ли я стану дедом, а? Ну, пойдем, пойдем Ну, тогда начинай По моему дрезденскому рецепту Ну, давай, сейчас И О, ты И мне кружечку, мне Ну, 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 наливай, наливай Не набирай, не набирай, ребята, всем хвали А, ну, как пиво? Ну, теперь все будут бегать только к Пернеро Видела? Держи-ка Жерар Ты там поосторожнее Да-да, уже готово Дождался зятя Еще немножко дрезденского пивка Жерар, мой мальчик Андре сварил нам пивка Да, его нужно попробовать Пошли, пошли Я его вообще больше не отпущу, этого, Андре Это же чудо-парень Здесь можно было бы и остаться Ну? Но все-таки я снова должен уйти отсюда Кто это написал? Он слишком долго Упивался воздухом прерий Чтобы Отказаться от полной приключений Жизни охотника Да, это так Мы еще увидимся, мой мальчик Мы найдем друг друга Я уверен Главное Чтоб всегда был полный бочонок Я не могу оставить на произвол судьбы Пернеро Когда прекрасно Резидело уедет на Арсенду де Лирине Наш честнейший Жерар будет вести там Праведную жизнь Что ему здесь делать? Пивные не для него Э, все будет окей Обещаю тебе На том и друзья Да, теперь у тебя будет много забот Конечно Но ты же знаешь, где нас найти? М? Ну? Прощай Да, как только мы устроимся Мы вас пригласим к себе И вы проведете у нас парочку хороших дней С вами сейчас наш Андре А если что, поможет наш друг Клюв Коршуна Ну что ж Сегодня мы их эскорт Их охрана Вы же должны быть уверены Что они Благополучно доехали Вы отличные парни Если будем нужны Мы примчимся Пока Мне тебя будет не доставать Моя малышка Вот мой мальчик Твой праздничный костюм Его купил для тебя Твой тесть вот так И ты его наденешь Когда мы В будущем году Втроем отправимся в Пирну До свидания Всего доброго Все Эй Они Скоро увидят его Когда приедем в Пирну Вот позавидуют Охотники В прериях Мексики Мексики Субтитры сделал DimaTorzok